В этом видео я вам покажу, как приготовить картофельное пюре быстрее, вкуснее, проще и полезнее. Я убежден, что такого метода приготовления или рецепта вы не встречали. Почему? По одной простой причине. Потому что я его изобрел сам. Главное отличие будет в том, что мы будем готовить картофельное пюре не сверху на плите, а в духовке. Сейчас я объясню, как это будет происходить и какие главные отличия. Самое главное, в принципе, это почему люди так не делают. Потому что они уверены, что если эмалированную кастрюлю поместить в духовку, то она обязательно треснет или что-то с ней случится. То есть это такой стереотип, который я разрушил, взяв обычную эмалированную кастрюлю и попробовал в ней приготовить такое же пюре, только в духовке. Итак, ну смотрите, что мы будем делать. Здесь все стандартно. Нарезаем мелко пюре. Картофель, точнее. Я не знаю, возможно, кастрюля и треснет, если ее поместить в духовку пустой. Однако в нашем случае мы ее помещаем с продуктами и поэтому этого не происходит. Обычно нарезаю картофель, ну мелко нарезаю, точнее, картофель, не сказать, что обычно. И обратите внимание, вот этой кастрюлей я пользуюсь уже несколько лет. Наверное, года три так готовлю пюре и с ней ничего не произошло. Ну есть, на самом деле, вот есть трещина, но за три года, не знаю, более двухсот, наверное, приготовлений, а то и больше, может, пятисот. Вот есть кое-какая трещинка, на самом деле, то есть стереотип не полностью ложный. Однако, в основном все-таки ложный. Нарезаем мелко картофель. Честно говоря, крупный я и не пробовал, но мне не трудно вот так нарезать мелко картофель. Следующее наше действие, обратите внимание, значит, картофель нарезали мелко. Дальше мы заливаем его водой. Однако, если при варке мы заливаем водой, там, до краев, да, весь картофель должен покрыться, то здесь, вот в моем случае, я всего лишь рассчитал, я заливаю 100 миллилитров воды. Это вот такая вот рюмка воды, я заливаю. Но одна особенность, почему будет картофель гораздо, пюре наше будет гораздо вкуснее, потому что вся эта вода, она как бы испарится, картофель будет сухим. То есть я заливаю воду. Обратите внимание, почему, во-первых, хотелось бы разобрать все вот эти моменты сразу. Почему быстрее у нас все это будет происходить? Потому что вы картофель поместили, залили водой, поместили в духовку, и вы не смотрите за картофелем, не бегаете, не смотрите, когда он будет готов, а просто заводите на определенное время будильник, либо таймер, что у вас там есть, и приходите, смотрите, что у вас получится. Дальше, почему вкуснее будет? Потому что картофель, как правило, мы, когда варим пюре, сливаем воду. И в итоге часть вот этого вот вкусного и полезного у нас уходит в воду. И эта вода остается где-то в раковине, поэтому это для нас тоже неприемлемо. В моем варианте мы все вещества, которые картофель в себе имеет, как бы он сохраняет. То есть это будет как запеченный картофель, но в то же время и имеет свои особенности. Но почему проще? Потому что, опять-таки, не нужно долго ждать, проверять, она сготовилась или нет. Только в начале необходимо подобрать определенное время для вашего таймера, чтобы вы знали, сколько длится приготовление именно вашей духовки. Дело в том, что каждая духовка имеет свою там температуру, свои особенности. То есть вы уже сами здесь подберете. Поэтому я вам не могу сказать точно. Я скажу лишь свои параметры, скажем так, время. Дальше я добавляю немного соли. Я добавляю соли совсем чуть-чуть, потому что, ну, я за здоровый образ жизни и глубоко убежден, изучив эту тему, что соль все-таки для организма человека пагубна. И поэтому ее чем меньше мы добавляем, тем лучше. Даже не 5 грамм в сутки желательно употреблять соли, а 3, а то и даже меньше. Вряд, последнее исследование из Австралии и США. Итак, добавляю вот эту вот соль совсем немножко. И еще один фирменный, скажем так, момент. Это я добавляю вот такую вот лук. Я замораживаю, чтобы каждый раз не заморачиваться. Замораживаю, чтобы не заморачиваться. То есть из морозильника достаю лук. Его вот так вот немножко поковыряв ножом и добавляю туда к нам в пюре, в будущее пюре. То есть здесь же по вкусу. Смотрите, кто сколько, кому необходимо сколько лука добавлять. Но я рекомендую лук, можно и без лука вообще. Но с луком будет еще вкуснее. Вот что у нас получилось. 100 миллилитров воды, только так на донышке. Вода необходима, потому что если без воды мы поместим кастрюлю, то она там вся действительно сгорит. Тогда весь картофель сгорит. И не будет у нас не пюре, а что-то похуже. Накрываем крышкой. Здесь все просто. Дальше помещаем в духовку. Для этого нужно духовку разжечь. Здесь все стандартненько. Духовка горит. Я ставлю на полную мощность. Помещаю туда картофель. В моем случае я навожу 22 минуты. То есть в моем случае моя духовка за 22 минуты готовит полностью такое пюре. И нажимаю старт. Все. Теперь 22 минуты я могу заниматься своими делами. Не так как с пюрем нам необходимо обычно, когда мы варим наверху, нам необходимо дождаться пока оно закипит. Нам нужно смотреть несколько раз. Потом, когда оно закипит, мы, как правило, еще должны несколько раз проверять, сварилось оно или нет. Здесь мы полностью 20 минут, этих 22 минуты свободны. Да и при том, как правило, затраты времени составляют побольше. Минут 40 картофельное пюре варится. Ну, кто как. Ну, приблизительно вот я варю 40 минут, если сверху. Ну, я уже в последнее время от этого отошел. Потому что вот этот метод гораздо, гораздо, когда вы попробуете, вы увидите, что пюре гораздо вкуснее и готовить это гораздо проще. Просто к обычному методу вы не вернетесь. Если боитесь на своей лучшей кастрюле, то поэкспериментируйте сначала с кастрюлей какой-то, которую вам не жалко. Когда вы убедитесь, что действительно этот метод работает, тогда уже будете, отведете для этого специальную кастрюльку и будете в ней постоянно запекать. Ну что же, будем ждать. Пока у нас все случится. И 20 минут я, конечно, снимать не буду. Нажму на паузу, а потом чуть попозже покажу, что у нас получилось. Ну что же, вот наш таймер уже играет, призвонит. Значит, самое время достать нашу картошечку. Сейчас мы посмотрим, что получилось. Итак, извлекаем. Духовку выключаем. Смотрите, значит, получилась у нас следующая штука. То есть, вот, картофель весь уже готов, а вода испарилась. Вот небольшая такая, видите, может быть, такая пигментация, скажем так, окраска появилась на кастрюле. Это потому, что я немножко маловато воды и, получается, чуть дольше передержал. Ну, это все подбирается. Со временем вы сделаете так, чтобы этого не появлялось. Ну, это ничего страшного, но все равно отмывается все очень легко и быстро. Ну, здесь дальше все идет стандартно. Ну, сразу обратите внимание, что картофель более сухой. То есть, здесь нету вот этой вот воды, которая забирает часть вкуса на себя. То есть, весь картофель, скажем так, получился в собственном соку. То есть, такой будет и полезнее, и самое главное, вкуснее. То есть, опять-таки, мы сделали быстрее, вкуснее, проще. Вот эти, кстати, 20 минут я занимался своими делами и вообще про этот картофель не думал. Потому что он у меня точно готовится, я знаю, никуда не убежит. Ну, вот, когда мы это все сделали, точно не пригорит ничего с ним. Вот, то есть, видите, кастрюля у нас выдержала, никаких на дне нету, не пригорело, ничего. Она не треснула. То есть, все это миф, конечно, что кастрюля разрушается, что эмалированную посуду нельзя помещать в духовку. Притом у меня на максимальной мощности, а на меньшую мощность, так тем более, можно. Вот, то есть, картофель получился вот такой довольно густой. Ну, вы можете уже там сметану доволять, то что, но лучше всего я рекомендую просто попробовать вот именно, именно так. Вот прямо так он, ну, просто супер вкус. Я рекомендую вам попробовать такой рецепт, такую методику приготовления. А на этом вот я буду заканчивать. И если вам вдруг понравилось это видео, не надо ставить ему лайк. Мне лайки не нужны. Но если вдруг вы попробуете, у вас получится и вам понравится, вот мне было бы интересно, чтобы вы, конечно, коротенький комментик написали, что у вас получилось, что не получилось. Может быть, даже зададите вопросы, и я постараюсь на них ответить. Ну, я думаю, здесь все просто, и что вопросов не должно возникнуть. Только было бы неплохо принимать благодарности за то, что я вам облегчил жизнь и научил вас сделать пюре быстрее, вкуснее, проще и полезнее. Ну что же, на этом все. До свидания.